В эфире телеканал о первой карагандинской новости в студии Гульнур Жакин. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Почему жители Сар-Туби недовольны ремонтом школы, вы узнаете через пару секунд. А вот там оголенные провода. А если дети будут бегать и толкнут ребенка, и чего он бьет, только вы будете, вы не слышите за это ответственность? 43 миллиарда тенге. На такую сумму легализовано имущество в карагандинском регионе. В областном окемате подвели предварительный итог. Новейшие информационные технологии на службе у судебной системы. В карагандинском суде впервые проведено удаленное судебное заседание. Обо всем более подробно. Жители поселка Сар-Тубе Бухажираусского района недовольны работой местных властей. Их не устраивает качество отремонтированной школы и состояние дорог. Сельчане жалуются, что ремонт еще не закончен, а дети вынуждены учиться среди мусора и строительных материалов. Подробности у Аи Мамриной. На ремонт школы, по словам жителей, выделили 46 миллионов тенге. Подрядчик обещал закончить его до 1 сентября. Однако на дворе уже октябрь, а ВОЗ и поныне там. Кругом мусор, крышу до сих пор стелят. А между тем школьники уже приступили к занятиям. Нам в письмо пришло, что 30 сентября срок закончился и вы должны зайти в школу. Занятия в поселковой школе идут полным ходом, а вот капитальный ремонт, по словам жителей, затянулся. В коридоре полно стройматериалов, двери в известке. Освещение есть не везде. Вместо выключателей – оголенные провода. Несколько пластиковых окон уже разбиты. Заводской брак, заявляет подрядчик. Возмущению сельчан нет предела. Лампочек нет. Щиты открытые для детей. Даже вот в первом калидоре провода не изоленты, заматаны, просто с аллофаном. А вдруг ребенок подойдет? Что будет? А куда эти деньги делись? Неизвестно. Нам очень много денег выделялось. Слова одной сельчанки подтверждает и бывший учитель, а ныне пенсионерка Венера Фархуддинова. С ее слов, ремонт школы совсем не такой, как они ожидали. Подрядчики использовали некачественные материалы. Обещанного санузла тоже не построили. Наши маленькие детки ходят на улицу в туалет. Это же вообще ужасно. Нигде сейчас такого нет. Недовольны тем, что до такой степени затянули ремонт. До сих пор крыша еще не готова. Директор школы жалобы сельчан считает необоснованными. По его словам, выделено не 46, а 32 миллиона тенге. К тому же дети не испытывают никаких неудобств. Мусор во дворе и стройматериалы никак не влияют на качество обучения. Гарантия три года. Три года. Если какие-то будут поломки или какие-то недостатки, они будут со временем устранять. Разъяснить ситуацию поспешил и подрядчик. Начальник участка ТО Олжа заявил, что они затянулись ремонтом не по своей вине. У нас, кстати, тоже была проблема с финансированием. В данном случае, на данном проекте. Мы были вынуждены здесь обходить своими деньгами и строить. Мы последние, кое-как получили последние, не последние, предпоследние, повторяю, в данном случае, деньги. В местном Акимате нам сообщили, что деньги, потраченные на ремонт, полностью подотчетны. За качеством работ тщательно следят. Однако жителей такой ответ не устраивает. Они хотят публичного отчета. Кроме затянувшегося ремонта, сельчан беспокоят отсутствие в селе, медицинского пункта, ужасное состояние мини-центра и автомобильных дорог. Последние особенно доставляют неудобства. Из-за кочек и колдобин в поселок на общественном транспорте не добраться. Нет, асфальта нет. Такие ямины кругом. Это вообще невозможно. Стоимость легализованного имущества в Карагандинской области составила около 43 миллиардов тенге. Такие данные были озвучены на аппаратном совещании в администрации области. Активнее всех в легализации недвижимости участвуют жители Караганды, Жесказгана и Цемертау. Большую часть легализованных активов представляют собой денежные средства. Органы государственных доходов приняли 204 специальных деклараций на сумму почти 40 миллиардов тенге, путем внесения денег на текущие счета. Только в сентябре этого года жители области вывели из тени денежные средства на сумму 3,4 миллиардов тенге. Карагандинцы также активно легализуют и объекты недвижимости. Анализ показал, что за 9 месяцев текущего года легализовано имущество на 4,8 миллиардов тенге, что составляет 53% от суммы легализованного имущества за весь период акции. Касательно прогнозного количества объектов легализации. До конца текущего года прогнозируется легализовать имущество, находящееся на территории Республики Казахстан, в количестве 148 объектов, в том числе 49 жилых и 99 нежилых объектов. Помимо денежных средств, по специальным декларациям жителями Карагандинской области легализовано имущество, находящееся за пределами Республики Казахстан. Имущество, оформленное на другое лицо и доля участия в юридическом лице. Глава региона Нурмухамед Абдебеков отметил, что последние изменения и дополнения в закон о легализации призваны упростить процедуру и дать дополнительные гарантии. Также Акимобласть озвучил главную цель всей акции по легализации имущества. Но самое главное, конечно, это, чтобы люди своим имуществом могли расторжаться полном объеме и уверены, что это имущество правильно оформлено В легализации недвижимости активнее всего участвуют жители Караганды, Жасказгана, Тимиртау и Жанаркинского района. А вот в Приозерске, напротив, пока нет ни одного легализованного объекта. Но есть желающие. Их заявления сейчас рассматривает комиссия. Акимобласти Нурмухамед Абдебеков поручил Акимам городов и районов продолжить разъяснительную работу, особенно по новым условиям. Акция по легализации имущества заканчивается 31 декабря 2016 года. Андрей Тенжек, Слык-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. За 9 месяцев в Карагандинской области зарегистрировано 556 дорожно-транспортных происшествий. 102 человека погибли, 98 получили травмы различной степени тяжести. Такие данные были озвучены на совещании по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Совещание провел Первый заместитель Акима области Солбек Дусибаев. По сравнению с 9 месяцами прошлого года в Карагандинской области наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 15%. Количество погибших в авариях снижено почти на 18%. Такие данные представлены местной полицейской службой. В ходе совещания областным управлением образования были озвучены меры по обеспечению безопасности на дорогах детей и подростков. Совместно с управлением административной полиции ТВД проводится профилактическая работа среди учащихся в школах, родителей и педагогов. С этой целью в школах действует 299 кружков взаимных инспекторов дорожного движения с охватом более 3000 детей, которые проводят профилактическую работу в течение учебного года, такие как правовое всего лучи, конкурс, агентрикат, приобщают детей к культуре поведения на дорогах. Первый заместитель Акимобласти Асилбек Дуисибаев отметил, что дорожно-транспортный травматизм представляет серьезную угрозу для подрастающего поколения и поручил усилить работу в этом направлении. Также Асилбек Дуисибаев ознакомился с работой трассовых медико-спасательных пунктов области. Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям доложил, что в рамках реализации государственной программы «Саламаты-Казахстан» на территории области на трассах республиканского значения созданы 7 трассовых медико-спасательных пунктов. Бригады экстренного реагирования трассово-медицинских пунктов работают в круглосуточном режиме, вошел методом по 15 дней, сменяя друг друга. Состав бригады экстренного реагирования – врач, фельдшер, диспетчер, спасатель, санитарь и водитель-санитарь. Трассовые пункты оснащены современными регламентами марки «Хюндайк», «Мерседес-спринтер» системой навигации, выкомплектованы современным медицинским оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, пострадавшим с различными травмами и при острове неотверженных состояния. По итогам совещания Солбек Дусибаев дал ряд конкретных поручений заинтересованным государственным органам, а также акиматам городов и районов по обеспечению безопасности движения на дорогах, а также по решению проблемных вопросов. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинские суды внедряют новейшие информационные технологии. В суде Октябрьского района впервые использовали систему удаленных судебных заседаний. Связь с одним из участников процесса проходила посредством видеоконференции. С виду обычное судебное заседание по гражданскому делу. Адвокат из ЦТА представляет свои доказательства. Адвокат ответчика реализует свою линию защиты. Все они выступают перед судьей. И лишь одно необычно – в зале отсутствует ответчик. И все же это заседание не заочное. Ответчик присутствует на процессе посредством видеосвязи. Гражданин Романенко отбывает наказание в исправительной колонии. По гражданскому делу по иску Тустыкпаевой к Романенко проведено дистанционное судебное заседание, где ответчиком Романенко является осужденный, отбывающий наказание в исправительном учреждении указа 161-4. В этой связи была налажена сеть информационных видеотехнологий, то есть видеоконференц-связь. Внедрение новых информационных технологий в деятельность судов – это одна из основных задач по обеспечению широкого доступа населения к судебной системе, в том числе и в целях обеспечения прозрачности судопроизводства. К слову, об этом судебном заседании. Гражданин Романенко воспитывался в детском доме. В это время опекун продал квартиру, которая по закону принадлежала Романенко. В суд подали нынешние владельцы квартиры, заявляя признать законным договор купли-продажи. Судья в иске отказала. Квартира осталась за осужденным Романенко. Он сможет вернуться в нее через пять лет. Гражданское дело по иску Тустаффьеву Сандугарь «Бегазовны Краманенко Владимиравиповичу о признании сделки купли-продажи десятилетней. Руководства и статьями 223, 226, 403 Гражданский принци bouncing к республике Казахстан суд решил в удовлетворении искового заявления Тустаффиеву Сандугарь «Бегазовны Краманенко Владимиравиповичу о признании сделки купли-продажи десятилетней отказать». 13 нелегальных мигрантов в принудительном порядке были депортированы из Караганды. Среди них 7 граждан Таджикистана и 6 граждан Узбекистана. На автобусе ДВД Карагандинской области иностранцев доставят на границу Казахстана с Узбекистаном. Эти 13 нелегальных трудовых мигрантов в скором времени отправятся домой. Кто-то в Таджикистан, кто-то в Узбекистан. Среди них и 22-летний граждан Таджикистана Насим Чуни Абдужамиль. В Караганду он приехал 14 лет назад в возрасте 8 лет. По его словам, сразу же стал работать. Часть заработанных денег отсылал семье на родину. В среднем около 100 долларов каждые три месяца. Он намерен вернуться в Караганду. Вернуться в Казахстан вы хотите уже легально? Конечно, вернуться хочу. У меня тут все-таки родственники, семья у меня здесь. Я, наверное, с собой забираю. Я здесь сколько лет, я себя не считаю, что я... Я почти себя считаю, что местнее здесь. Но у меня возможности не было, что вот это документы делали. У меня вся семья почти здесь. Вот только вряд ли получится вернуться скоро на законном основании. С начала года судами Карагандинской области вынесены постановления в отношении 355 иностранных граждан для выдворения с территории Республики Казахстан за нарушение миграционного законодательства. 315 иностранцев добровольно покинули территорию Республики. 44 проигнорировали постановление. Они до сих пор находятся на территории нашей страны. В этой связи с сотрудниками специального взвода по борьбе с незаконной миграцией управления миграционной полицией предприняты ряд мер, в результате которых часть данных иностранцев задержаны уже. И вот сегодня уже предпринята специальная акция на автобусе, принадлежащем департаменту внутренних дел Карагандинской области. Данные граждане в количестве 13 человек будут в принудительном порядке вывезены с территории Республики Казахстан на границу с Узбекистаном, который находится на территории Саргарского района Южно-Казахстанской области. Сопровождение на протяжении всего пути будут осуществлять сотрудники миграционной полиции и специального отряда быстрого реагирования. Маршрут также будет контролироваться территориальными органами внутренних дел. Имена и паспортные данные всех депортированных внесены в специальную базу данных. После депортации в течение пяти лет они не могут вернуться на территорию Казахстана. Андрей Тен, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Психические расстройства и заболевания этой теме все чаще уделяют внимание в Карагандинском центре по формированию здорового образа жизни. На очередном семинаре речь шла о стрессе, как о главной причине большинства психических расстройств. Стрессы. Именно они являются основными причинами большинства психических расстройств. Об этом заявляют специалисты Карагандинского центра по формированию здорового образа жизни. Как не поддаваться хандре и унынию? Как воспитать психоустойчивую личность? Эти вопросы обсуждались на специальном семинаре. В нем приняли участие главные специалисты поликлиник, социальные работники, специалисты психоневрологического диспансера. Стрессы в настоящее время, они постоянно нас сопровождают. Это экономические и политические катаклизмы в масштабе общества. Это может быть элементарная неурядица на работе или даже какой-то конфликт в транспорте. Люди начинают бороться со стрессами, а на самом деле в основе лежит эта борьба не со стрессами, а с причинами их возникновения. И, конечно, с одной стороны, создание благополучной среды для жизни человека, а с другой стороны, это и воспитание психоустойчивой личности. В Центре по формированию здорового образа жизни считают, что поддержанием психического здоровья должны заниматься не только специалисты психоневрологического диспансера, но и все, кто работает с людьми. Для них и проводятся эти занятия. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинец Акжигет Уралов вернулся с бронзовой медалью из чемпионата мира по самбо среди молодежи, который состоялся в Румынии. Это не первая победа самбиста. На его счету уже есть призовые места в международных соревнованиях. К тому же парень имеет квалификацию мастера спорта по самбо и казахшакурис. Родные и друзья спортсмена с почестями встретили его на железнодорожном вокзале. Победителя встречали с почестями. Родные и близкие поздравляли спортсмена с победой и разглядывали бронзовую медаль. По словам Акжигита, к этому чемпионату он готовился около года. К поездке в Бухарест в принципе был готов. На чемпионате выходил в спарринге четыре раза. Сначала удача и техника были на его стороне, однако в финальных схватках немного сдал. Результат – третье место. Но самбист не расстраивается. Все-таки бронза среди 15 стран – хороший результат. К тому же это его последнее выступление в молодежном составе. В будущем он планирует выступать в категории взрослых спортсменов. Немного не хватило, но я доволен. Выступал в весовой категории 100 килограммов. Я благодарен своему тренеру Асылхану Жамбата. Он вложил в меня много сил. Теперь я намерен перейти во взрослую категорию спортсменов. Спортсмен намерен готовиться к турниру «Казахстан-Барысэ». Также он добавил, что подумывает попробовать себя в дзюдо. А Ямамрина Улжас-Габасов Андрей Тимофеев – первый карагандинский. Карагандинские хоккеисты неудачно начали выездную серию игр. В матче с Торосом в Нефтекамске Сарарка проиграла со счетом 4-2. Главный тренер карагандинцев заявил, что Торос наказал Сарарку за ненужные удаления. Очередную выездную серию открыл матч с Торосом. Противостояние команд насчитывает уже не один десяток матчей, которые почти всегда носят неуступчивый характер. Этот поединок не стал исключением из правил. Карагандинцам быстро удалось распечатать ворота нефтекамцев. Нерриус Алишаускас на третьей минуте мощным броском с ползоны послал шайбу в нижний угол. Торос отыгрался не без помощи удаления соперника. Во второй половине периода пошла целая череда удалений, хотя никто из соперников не смог извлечь из них выгоду. После первого периода – 1-1. Зато Торос смог реализовать удаление карагандинцев во второй 20-минутке – 2-1. На этот раз молниеносно сравнял еще ту же гости. Иван Исаев пробил голкипера хозяев – 2-2. На 35-й минуте вновь большинство и вновь бросок от синей линии вывел Торос вперед – 3-2. В третьем периоде Торос еще раз удачно сыграл при розыгрыше лишнего. Егор Артамонов на экваторе отрезка сделал цифры на табло 4-2. Этот счет продержался до конца матча. Комментируя игру, наставник карагандинцев заявил, что Торос наказал Сарарку за ненужные удаления. Я думаю, при игре 5 на 5 наша команда может где-то и происходила. Соперник, да, по моментам, ну, многое в сегодняшнем хоккее определяет игра в генеральных составах. К сожалению, мы сегодня пропустили 4 гола, играя в генеральных составах. И из-за этого результат. Вот так, в принципе, по самодаче ребята старались вытащить этот матч. К сожалению, не смогли, плюс ненужные, не все, но некоторые моменты ненужные удаления. Особенно то, что касается чужой зоны, ну, соперник нас за это наказал. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» продолжает свою выездную серию. 13 октября наши спортсмены в Ижевске встретятся с местным клубом командой «Ижсталь». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok